Я люблю ноутбуки. Не, круто, сидишь такой красивый на диванчике, смотришь себе кинчик, потому что я Макс, и я красивый. К сожалению, со временем ноутбук Ивана стал не более чем музейным экспонатом. Он потерял свой лоск, быстроту, но это не важно, ведь скоро приду я и прокачаю его. Макс, и я люблю ноутбуки. В 9 тогда в ресторане, ну все, жду тебя, чмоки-чмоки. Перед тем, как мы начнем, скажите, у вас не будет водички, просто после фитнеса, капец, все пересохло, пусть там качался себе там. Ну, сами видите, что я атлетический такой спортивный. Иван, как бы вам сказать всем помягче, личность такая неординарная. Я ему говорю, что купи себе нормальный ноутбук от Apple, MacBook Air, чтобы писать себе посты в телеге, чтобы ходить со мной со своим лучшим другом в Starbucks и пить миндальный раф с кусочками кокоса. А он, видите ли, у нас финансово грамотный и говорит, что это неразумная трата денег и ты можешь обойтись обычным планшетом. Ну, вообще ничего не понимаю. Я ему говорю, купи себе MacBook и будет тебе счастье. Глупенький. Ну, Ванька с момента покупки на моей памяти ни разу его не чистил. А про обновление так вообще забудьте. Это помойное ведро. Я учусь в универе и понятное дело, что спектр моих задач это напечатать текст, послушать музыку, распечатать статью. Я частенько люблю посмотреть фильм. Ну, а мой ноутбук любит частенько подумать. Бывает, долго прогружать страничку в интернете. А если дать ему несколько задач одновременно, он может просто выключиться. Но ничего страшного, я же никуда не спешу. Бывает, открываю браузер, иду заваривать чай. Он успеет остыть и как раз ноутбук прогрузит страничку. Очень удобно. К сожалению, батарея отправилась на небеса. Теперь без провода я никуда. Диван, ствол, поездка. Я все время беру с собой зарядку с блок. Прошло так много времени, что уже не замечаешь этого. Пожалуйста, Макс, ну прокачай мой ноутбук. Так, ну давай-ка взглянем, что у тебя под юбочкой. Ши, брат, старый HDD, одна планка оперативки и батарея, которая место на помойке? Не, это никуда не годится. Окей, давайте заберем этого бедолагу в West Coast Customs и прокачаем его. По правде говоря, я был в шоке, когда увидел себя дома Макса. Я доверяю этому человеку и считаю, что мой ноутбук в хороших руках. Ну что, господа, у нас здесь крепкий ноут 17-го года HP с тяжелой историей. Какие будут предложения? Ивану 21 год, он учится в универе и иногда любит глянуть фильмец под чаек. Я предлагаю начать с того, что заменим батарею. Ванек жаловался на постоянные вылеты, перезагрузку ноутбука и ношение с собой аккумулятора. Какой смысл от мобильности, если у него постоянно за спиной аппарат жизнеобеспечения? Его кореша сказали нам, что он не обновлял, не чистил и даже не удосужился установить программу по очистке. Мээээн. Этот момент нам также надо будет взять на рассмотрение. И да, Ванек у нас парень умный, поэтому многозадачность ему явно не помешает. Этот пункт мы также должны улучшить. Ну что же, все болячки и косяки выявлены, а теперь давайте приступим к улучшению Эй, ё, Чукаво, я Билл, и сейчас мы с вами будем заказывать комплектующие Нам надо заказать новую батарею, обновить SSD и докинуть пару в планочек оператив Ванёк нам рассказал, что ноутбук часто любил посоревноваться с черепахой, пару раз даже выигрывал Итак, начнём с батареи, здесь экономить нельзя, поэтому закажем новую с интернет-магазина Мы же не хотим окончательно спалить ноут Вбиваем название модели, ищем подходящий вариант, смотрим на отзывы и бум, она придёт через пару дней Ну а чтобы не терять времени зря, перейдём на другие этапы Чтобы винда загружалась быстрее, нам нужно сюда воткнуть SSD Что мы делаем? Правильно, идём на барахолку и ищем SSD Обкашливаем вопросы по трубе и через пару часов заветный SSD у нас Никаких пожеланий не было, поэтому берём необходимый минимум 256 гигов Но помимо SSD мы заметили, что здесь стоит всего одна плашка на 4 гига памяти Быть может для будильника Xiaomi этого достаточно, но не в нашем случае Опять же, бежим на БУ рынок, обзваниваем пятерых продавцов и через ещё пару часов 8 гигов быстрой памяти у нас на столе Через пару дней и батарея пришла Ну а теперь можем приступать к сборке Как жизнь? Я Райан В фильме Драйв И сейчас я вас буду учить искусству тюнинга Как у любого уважающего себя мастера, ваше рабочее место должно быть сверкающим и чистым Вот нужный нам набор инструментов Отвёртка, пластиковая лопатка, ну или же ножик, если у вас её нет Магнит и коврик, чтобы не поцарапать ноут Берём нашего красавца и вынимаем батарею Ты красотка, служила верой и правдой, но твой час пробил Выкручиваем все болтики, даже те, которые под ножками Да-да, про них тоже не забываем Желательно взять какую-нибудь ёмкость и туда складывать все болтики А теперь самое сложное, надо снять нижнюю часть Аккуратно лопаткой поддеваем так, чтобы ничего не сломать Пластик в таких ноутах очень нежный и от любого резкого движения ломается на ура После снятия видим... А что мы видим? Для многих это набор непонятных пластинок, проводков и кулера Ну а для шарящих людей это песочница И сейчас мы будем играть Лёгким движением руки доставим старую оперативку и меняем на новую Находим заплесневевший HDD Не так уж и сложно найти этого слона Откручиваем и достаём из корпуса Спасибо браток, ты тоже отправляешься в утиль Ставим новый SSD и всё, ничего сложного и непонятного Выполняем все движения в обратном порядке И ждём батарею Ну что же, осталось дело за малым Накатить винду с помощью флешки, поставить нужный софт И звонить Ивану, чтобы забирал своего красавца Ну а пока мы ждём счастливчика, можно сравнить скорость запуска и открытия приложений Не надо быть уникумом, чтобы увидеть результат Невероятный прирост за малые бабки Ну а кому интересно, во сколько это нам всё обошлось Пожалуйста, весь прайс на экране Иван наконец получил своего старичка и теперь доволен как слон Его продуктивность улучшилась, а благодаря нашему тюнингу Note перестал тормозить Просмотр фильмов, сериалов, работа с документами Теперь все задачи выполняются как надо Надеемся, что он прослужит ему ещё не один год и поможет Ваньке с учёбой Ну что, дамы и господа Этим юмористическим роликом я хотел показать, что если у вас есть старый ноутбук, то не стоит его списывать со счетов Для простых задач, таких как почитать книгу, послушать музыку, посмотреть фильм, он идеально подойдёт И предвкушаю ваши комментарии с советами покупки старых iPad'ов, MacBook'ов Это вам выйдет в 3, а то и в 4 раза дороже Поэтому это максимально дешёвый и сбалансированный способ получить себе рабочую лошадку Как-то так Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok